Отношения России и стран НАТО скатились к уровню новой холодной войны, завел сегодня Дмитрий Медведев, выступая в Мюнхене перед участниками Большой конференции по безопасности. Вот уже несколько дней в этом немецком городе в разных форматах обсуждают, как сделать мир более защищенным, сильным и готовым к разным вызовам. Много говорят, конечно, в этой связи о ситуации в Сирии. Речь Медведева сегодня стала центральным событием форума, и для политиков, как говорят сами участники, в ней много того, что стоит переосмыслить. Репортаж нашего собственного корреспондента в Германии Ивана Благова. Общие угрозы и общие решения у этой конференции в Мюнхене совершенно иная тональность, нежели год назад. Российский премьер выступает долго, подробно объясняя, как сирийский кризис способен поджечь весь Ближний Восток. Говорит и о миграционном кризисе, и об опасности развала Сирии на несколько государств, и о борьбе с терроризмом без каких-либо «но». Терроризм – проблема цивилизационная. Или мы, или они. Это пора всем осознать. Без всяких нюансов и полутонов, без всякого оправдания их действий, без деления на своих и чужих, на крайних и якобы умеренных. Неужели нам нужна еще одна, третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация. Даже наши недоброжелатели признают, что при всех разногласиях антитеррористическое уравнение без России не решается. С тем, что без Москвы сирийский конфликт не разрешить, никто сегодня не спорит. Лавров говорит о достижении очень важного компромисса, Керри об усилении сотрудничества с Россией в военной сфере. Все это, правда, не мешает американцам продолжать создавать противоракетный зонтик над Старым Светом, якобы не от российской угрозы, и расширять военное присутствие НАТО в Восточной Европе. Москву это беспокоит. Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче, мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны. Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой. То для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я вообще иногда думаю, мы в 16-м году живем или в 1962-м. Следующая панельная дискуссия должна была превратиться, по сути, в заседание антироссийского клуба. Состав какой? Президент Украины Петр Порошенко, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Польши Анджей Дуда. Украинский президент даже вспотел, агитируя европейцев за сохранение санкций против Москвы. Но в итоге был вынужден отвечать на едкие вопросы зала. Почему украинская экономика в таком плохом состоянии и настолько коррумпирована? И коллега из Польши не помог. Дуда заявил, что хочет хороших отношений с Москвой. Даже госсекретарь США, похоже, больше не готов закрывать глаза на то, что Киев игнорирует выполнение взятых на себя обязательств. У Украины есть обязательства по Минску-2. Важно, чтобы Киев выполнил свою часть договоренностей. Тем временем глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель уже обнадежил российских бизнесменов. Санкции с России могут начать снимать уже летом. Большая интересованность в продолжении крупных контрактов. В частности, немцы говорили о необходимости таких, как они говорили, знаковых или, как они называли, маячковых проектов, как, допустим, освоение газовыми сражениями на Ямале или Северный поток-2. В этой сфере упоминался, потому что немецкий бизнес выступает за реализацию успешного проекта. Тема Украины в Мюнхене присутствует в разных форматах. Сегодня здесь, например, состоялась встреча нормандской четверки на уровне глав МИД. На востоке Украины продолжают стрелять. Нам известно, что Россия напомнила об абсурдной ситуации с совместным центром по контролю и координации по вопросам прекращения огня. Киев блокирует участие в работе этого центра военных ДНР и ЛНР, как заявил Лавров, по идеологическим причинам. Самое смешное, что именно представители Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, подписали минские соглашения, которые были одобрены Советом Безопасности ООН. Поэтому легитимность этих структур в качестве участников конфликта не вызывает никакого сомнения. Привлекли внимание наших германских и французских партнеров, как раньше мы это сделали в разговоре с американцами, что этому пора положить конец. И вот эти вот ребячества должны уступить место серьезной работе, если мы действительно хотим разбираться в том, кто и как должен принимать дополнительные меры по соблюдению прекращения огня. Ну а сейчас конференция продолжается. Продолжаются и двухсторонние встречи ее участников. Очень насыщенная программа, например, у главы нашей делегации Дмитрия Медведева. Уже известны некоторые детали. Пример Франции, например, предложил регулярно встречаться, и заговорила, цитата, о новом импульсе в экономических отношениях. Нового импульса ждут и в отношении Сирии. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН могут начаться уже в ближайшие сутки. Грузовики готовы. Менее недели остается до предполагаемого перемирия. Впрочем, предстоит еще очень много работы. И вам благой Дмитрий Волков, Олеся Трофимович, Первый канал, Мюнхен.